всем доброго времени суток сегодня мы поговорим на такую тему как принадлежности для том том rider 550 моем случае и также для себя считаю это большим жирным минусом потому что такие принадлежности они не практичны и слишком дорогие разберем этот момент поподробнее в общем начну с того как все это выглядит выглядит это конечно довольно таки более-менее относительно смотрится нормально я буду конечно же сравнивать в основном все по гармину который был у меня прошлый сезон я его поменял на том том навигатор 550 и поэтому будут более чаще сравнивать его с гармином это два из топовых мотоциклетных навигаторов о которых постараюсь как можно больше рассказать и сделать сравнение по двум моделям громоздкое такое крепление для том тома ну в общем как-то смотрится более-менее как бы пойдет проблема немножко в другом в плане стырить его как-то здесь немножко все так придумано для того скажем для вора больше сделано чем для самого мотоциклиста это булбышка снимается стоит она кстати 60 евро если покупать принадлежностях отдельно снимается она очень просто откручивается барашек снимается шарика и даже чтоб не повредит кабель здесь очень просто легким движением руки вытаскивается кабель открутил барашек и унес весь этот механизм собой который как уже сказал стоит 60 евро также можно конечно сказать да если я пользуюсь навигатором один раз в году там на какую-то длинную выезд куда можно просто снять его во первых будет немножко больше места здесь будет меньше закрывать смотровую панель и будет просто висеть один проводок в общем как бы да тоже ну и вот это крепление остается в остальном ничего мешать не будет ну а если я использую его часто по городу и на дальники и так далее тогда конечно его очень просто снять то есть украсть своровать и тут производитель том том нам говорит да мы об этом позаботились ребята не беспокойтесь все четко и выпускает вот такой вот девайс то есть один прибамба ставится между двумя корпусами вставляется вовнутрь одной рукой не могу показать в общем ключом поворачивается вытаскивается вот такой механизм он мешает нажать вот эту кнопку то есть снять навигатор то есть до позаботились как бы это тоже работает все это работает неплохо но этот девайс стоит в паре вот как сейчас два ключа для этого и один для этого этот я сейчас расскажу зачем этот комплект стоит тоже 70 евро второй замок устанавливается вот вместо этого барашек а чтобы нельзя было снять весь этот механизм и утащить снимается барашек и устанавливается вот такая здоровенная балда я вот кстати прикинул подумал и решил пускай на она все-таки стоит этот барашек я может что-нибудь его подрежу подточу сделаю круглым зажму посильнее чтоб тяжело его было снять и скорее всего на этом все принцип этого механизма закручивается затягивается ключом замыкается и потом когда она замкнута барашек будет просто крутиться и все а когда отмыкается он работает как функционал гайки ну блин такие размеры окей можно повернуть его сюда допустим механизм он будет спереди но все равно как-то это все смотрится капец реально стремно также есть конечно еще один вариант немножко поменьше фотография ну проблему это сильно не решает стоит он тоже 60 евро второй комплект ну как бы второй вариант и думаю немножко попрактичнее но как-то все это все равно я считаю это жирным жирным минусом хотя бы из той точки зрения что для этого нужно и нужны опять же ключи которые нужно также где-то в кармане или где-то куда-то его с собой таскать также лишнее прибамбас и лишний вес лишнего то все как-то ну вот эту ее почти будет не видать конечно когда она стоит она практически будет незаметно также в гармине идет приспособление сразу для автомобиля вместе зарядником здесь приспособление для автомобиля с присоской такое же выглядит она и зарядным стоит также отдельно нужно покупать и стоит она 60 евро ну в общем решил я даже не устанавливать все это дело как-то чё-то меня не зацепила не вставила я просто скорее всего этот механизм поставлю во внутрь на эту сторону его будет там меньше видать затяну и пускай она там так и стоит ну а вам конечно решать что лучше что хуже также хочу подметить что в гармине все принадлежности идут вместе с навигатором при покупке в том томе в плане принадлежности все слишком запущено потому что все нужно покупать отдельно хотя да есть вариант райдер 550 и там идет комплекте автомобильная присоска к нему зарядным и противоугоночное устройство идет вместе стоит он на если не ошибаюсь на 100 евро дороже весь пакет то есть 20 евро разница разница между купить по отдельности и купить все в пакете ну и кто досмотрел до конца мне конечно же интересно ваше мнение по этому всему движению и поводу может у вас есть какие-то альтернативы предложения пишите пожалуйста буду очень рад рассмотрю все варианты большое спасибо всем пока